А мы тем временем переходим к нашему господину Роману Пастушком, продолжаем экспериментировать. Вперва, как мы помним, он экспериментировал на своей внешности, это была прическа и хнойные брови. Хнойные брови. Ну а сейчас он находится в детском саду, Рома. Почему переместился именно в эту локацию? Расскажи. Вы сидите между собой про счастье разговариваете. Никто же ведь никогда не говорит правильно. Нет такого устойчивого выражения «взрослый смех» или там «ты счастлив, как взрослый». Поэтому я пришел в детский сад номер 10, в группу «Ручеек», чтобы вдохновиться детскими эмоциями, узнать у них, что есть такое счастье. Вот, например, скажи, как тебя зовут? Люба. Люба. А вот что для тебя счастье? Чтобы мама и папа со мной были рядом всегда. О, похвастайся своим рисунком. Вот видишь, дяденька с камерой. Что там ты нарисовала? Расскажи, кто у тебя здесь на картинке? Вот это папа, вот это мама, вот это я, вот это снежинки, это сердечки, это стишок, это солнышко. А скажи, снежинки и сердечки – это тоже счастье? Да. То есть во всем нужно искать счастье, друзья. Ведь день счастья же, вот мы и в этот день… Скажи, а тебя как зовут? Снежана. Снежана, слушай, а что у тебя нарисовано? Я нарисовала, чтобы мама с папой мне родили младшую сестренку, и мы с ней всегда играли. А почему ты не хочешь братика? Не хочу. Не в братиках счастье, а в сестренках. Расскажи, что это за желтая субмарина. Вот, покажи, покажи. Это мама прикрыла малышку прозрачной пленочкой такой, чтобы она не выпала. А я иду сзади в костюме Эльзы. Я буду выступать на карнавале. О, ты умеешь так же петь, как Эльза? Нет? Ну, ё-моё. Так, ребятишки, кто ещё знает, что такое счастье? Поднимите руки. Кто знает, что такое счастье? Так, ты не знаешь... Ладно. Вот, давай, расскажи, пожалуйста, что такое счастье? Да, таки для человека радость, но для меня счастье моя семья. Ага. Вот на твоём рисунке тоже это отображено, да? Да. Расскажи, кто вот эти вот люди? Папа, мама, мой младший братик Миша и я. Смотрите, друзья, мы можем видеть такую тенденцию, что на всех рисунках папа, мама и семья. Задумайтесь. Кто ещё хочет рассказать, что такое счастье? Так, давай, рассказывай. Счастье — это семья, я же вижу, я же вижу, у тебя тоже там это... Вот смотри, вот когда ты шоколадку ешь, это счастье? Да. А когда ты вот гуляешь по улице, снежок там, мнёшь рукой, это счастье? Когда ты по лужам шлёпаешь, это счастье? Да. А есть что-нибудь несчастье? А что вот грустное есть такое вот? Когда платишь. Ну ты не... Друзья, никогда не надо плакать, нужно радоваться и нужно отдаваться счастью. Кто ещё хочет рассказать? Так, так, так. Вот давай, как тебя зовут? Настя. Настя, а вот смотри, у тебя что на картинке? Принцесса. То есть, что для тебя есть счастье? Быть принцессой. Вот так вот. То есть, счастье в том, чтобы быть семьёй, и семьёй желательно обеспеченной, богатой, царской. В общем, напоминаю, что с нами были учащиеся детского... воспитанники детского сада номер 10, группы «Ручеёк», и мы с ними спрашивали, что есть такое счастье. Ну что, давайте, друзья, попробуем, знаете что? Сказать зрителям телеканала Енисей, всей стране, всему краю, всем счастья. Раз, два, три. Всем счастья! Молодцы какие! Просто потрясающе! На самом деле, у детей остаётся только завидовать нам и завидовать, потому что вот совершенно немного им для счастья нужно. Не знаю, щеночек, цветочки, снежок, который они увидели. В общем, это настолько потрясающе, что просто нет слов, и мы действительно передаём это всё самое счастье всем жителям Красноярского края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!